Virgin Hyperloop показала, как будет работать скоростной вакуумный поезд. Starlink достигла рекордного количества пользователей. Wimo скоро запустит сервис автономных роботакси. Беспилотник с убираемыми винтами проведет в воздухе более 14 часов. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Более 100 лет человечество не изобретало ничего нового в области общественного транспорта. Возможно, следующим после авиации станет вакуумный поезд, несущийся по трубопроводу со скоростью 1000 км в час. Компания Virgin Hyperloop, часть империи Virgin Ричарда Брэнсона, недавно слетавшего в космос, выпустила презентацию с подробным рассказом о том, как этот транспорт будет работать. В конце прошлого года руководство Virgin Hyperloop лично продемонстрировало безопасность поездки в пассажирском вагончике внутри вакуумной трубы, проехавшись по испытательному треку длиной 500 метров со скоростью 160 км в час. До максимальной скорости в 1200 км в час еще далеко. Но компания планирует разогнаться до 1000 км в час, когда построит трассу достаточной длины. Теперь компания пытается убедить зрителей в том, что идея с огромной скоростью запускать по трубе капсулы, полные людей, вовсе не безумие. Они рассказали подробности архитектуры Hyperloop, о магнитной левитации, двигательных установках, мощных батареях, которые не были представлены прежде. Вдобавок к тех деталям затрагиваются вопросы стоимости, экономической обоснованности и влияния технологии на окружающую среду. Цель проекта построить скоростные дороги между крупными городами и обеспечить сообщение со скоростью около 1000 км в час. Это примерно в 10 раз быстрее, чем на обычном поезде и в 3 раза быстрее, чем на скоростном. То есть путь от Москвы до Петербурга займет чуть больше получаса. Безопасность поездки будет обеспечивать централизованная система управления. Капсулы с пассажирами будут ездить с интервалом в минуту, а остановки будут только на крупных станциях. По подсчетам компании в час можно будет перевести до 50 тысяч пассажиров. Это равно пропускной способности трассы с 30 полосами движения. Число подключенных к Старлинг достигло 100 тысяч пользователей, о чем радостно сообщил Маск у себя в Твиттере. А количество стран увеличилось до 14. В созвездии сейчас уже свыше 1700 спутников. Нет ничего удивительного в том, что Старлинг удается так быстро развиваться, учитывая наличие у SpaceX собственных ракет. Ежемесячно совершающих рейсы, чтобы пополнять орбитальную группировку. Такая вертикальная интеграция – ключевая стратегия компании, ставшей самой дорогой в отрасли. Конечная цель проекта – увеличить число пользователей до нескольких миллионов. Вайму, дочерняя компания Alphabet, занимающаяся разработкой и производством систем автономного вождения для автомобилей, запустила сервис роботакси в Сан-Франциско. Для перевозки пассажиров будут использоваться полностью электрические Jaguar I-Pace, оснащенные системой автономного вождения пятого поколения. Вайму сообщает, что в процессе испытаний ее систем автомобили преодолели более 32 миллионов километров по дорогам общего пользования. Для участия в программе тестирования роботакси, Вайму приглашает опытных водителей, которые будут подстраховывать систему искусственного интеллекта, которая управляет автомобилем. Программа получит название Trusted Tester. Напомним, что в Фениксе, где Вайму запустила аналогичную программу в 2017 году, она носила название Easy Rider. Вайму заявляет, что жители Сан-Франциско могут загрузить приложение Вайму One и выразить свою заинтересованность в участии в программе. Компания не сообщила, сколько водителей будет задействовано на первом этапе и сколько автомобилей с ее системой будут колесить по городу. Тем не менее, Вайму заявила, что водители должны будут предоставить много подробных отзывов об их опыте вождения и подписать соглашение о неразглашении. Компания говорит, что услуги роботакси будут предоставляться круглосуточно 7 дней в неделю. Кроме того, в компании появятся так называемые автономные специалисты – операторы, обеспечивающие безопасность водителей, которые будут находиться на переднем сидении, чтобы следить за поездкой. Автомобильный стартап из Калифорнии Alpha Moto Corporation стремится развеять сомнения вокруг своих концептов, показанных в начале года. Компания подтвердила, что планирует организовать первые поставки электропикапов Electric Wolf в течение двух лет. Ключевые особенности электрокара – низкая стоимость в 36 тысяч долларов, а также дизайн в стиле классических пикапов, которые выпускались в 70-х годах. Wolf – это простой рабочий грузовик с душой. Он создан для выполнения повседневных задач, и вам будет приятно водить этот автомобиль. Мы очень рады его публичному дебюту, сообщили в компании. Информации о самом Electric Wolf пока немного. Известно, что электромобиль получит запас хода в 440 километров и будет стоить 36 тысяч долларов. Дешевле, чем Tesla Cybertruck и Rivian R1T. Грузоподъемность электромобиля составит 1,3 тонны. А электродвигатель обеспечит разгон от 0 до 100 километров в час за 6 секунд. Инженеры Alpha также обещают оснастить свой первый электромобиль набором продвинутых возможностей. Вроде крупного дисплея для управления мультимедийными функциями и солнечных панелей, которые будут устанавливаться поверх багажника. Компания UAV Factory представила беспилотник вертикального взлета и посадки Penguin CMK2, который в горизонтальном полете убирает винты. Это увеличивает время полета на 20%. Разработчики утверждают, что аппарат летает более 14 часов. Аппараты с вертикальным взлетом и посадкой могут подниматься в воздух и садиться на землю даже в условиях, когда нет места для разбега перед отрывом или пробега после касания. Для этого им нужны винты, но в горизонтальном полете они только увеличивают лобовое сопротивление, уменьшая продолжительность нахождения в воздухе. Компания UAV Factory представила свой беспилотник 19 августа. Он выполнен по двухбалочной схеме с четырьмя воздушными винтами, которые автоматически убираются во время горизонтального полета. Это позволяет беспилотнику проводить в воздухе на 20% больше времени, до более 14 часов. Он весит 32 килограмма и может нести до 4,5 килограмма полезной нагрузки. Его балки выполнены из композитного материала. Компания не уточняет, какая у него силовая установка. Беспилотник с убираемыми винтами уже совершил более 600 взлетов и посадок, причем в разных погодных условиях. Он может подниматься в воздух при ветре со скоростью 15 метров в секунду и летать при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию. Норвежский дрон-инспектор самостоятельно ездит по железной дороге и улетает от встречных поездов. Он получил название Staker BG300 и является модернизированным квадрокоптером, получивший раму и 4 легких колеса с электроприводами, которые позволяют ему ездить по рельсам. Скорость аппарата всего 20 километров в час. Максимальный запас хода 200 километров. Но при этом дрон сохранил способность летать, точнее подниматься в воздух, чтобы пропустить надвигающийся поезд или переместиться на соседний путь. Дрон может не только выявить проблемы на стрелке, но и смазать ее при помощи подвесного модуля масленки. Робот несет на борту комплект датчиков и может самостоятельно инспектировать железную дорогу на больших участках пути. Вот мы и подошли к концу данного выпуска. Спасибо, что досмотрели его до конца. Обязательно поставьте ему мощный-мощный лайк и подпишитесь на наш канал. Также жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, так как они сейчас выходят гораздо чаще. Оставляйте свои пожелания и вопросы внизу в комментариях. А также подписывайтесь на все наши полезные ресурсы. Ссылки вы найдете в описании. На этом у меня все. Еще раз благодарю за просмотр. Отличного настроения вам, друзья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok